Здравствуйте! Здравствуйте! Ваш позывной танкист? Да, у меня позывной танкист. Я в ГБР уже второй месяц пришел сюда в ГБР. До этого был в ДНР, начинал со Славянска. С самого начала был на ходе Славянске, начинал оттуда. Можно немножечко предысторию? События в феврале месяце в Киеве, когда собирался Махтан, где Вы были и какие ощущения Вы испытывали? В феврале я уже был в Славянске в это время уже. И как эти события воспринимали Вы? Я, допустим, воспринимал очень плохо. Этот Майдан, их надо было сразу душить прямо на месте. Этот Майдан просто-напросто не давать им раздвинуться, расшириться. Им просто дали слишком много воли. Они обнаглели и пошли дальше. себя почувствовали вольно сильно они. Ну, поначалу было все непонятное сразу. Все пытались как-то, кажется, мирным путем про это самое. Ну, мирным путем не получилось. Они нормального языка не понимают. Когда они приняли это тогда решение Рады о запрете русского языка, как восприняли население? Плохо, конечно. Как это можно... Русский язык, допустим, я по национальности грек. Я знаю только... Ну, свой знаю язык, конечно, и понятное дело. И русский знаю. Украинский я его в школе даже не изучал. Как мне может... Ну, у меня 46 лет. Мне придет кто-то, будет меня заставлять учить тот же сам украинский язык, если я его не изучал. И он мне не нужен. Но меня его никто не учит. И я так же сам противник этого, это самое. Когда вы поняли, что нужно защищать себя, своих близких от этих оккупантов и пошли в ополчение? Ой, это еще... Был дом еще в Мариуполе. Это еще в Мариуполе, когда начиналось это все... Все это начиналось это... Начинали выдергивать. Тогда уже начинали они еще в январе. Да, в январе уже начинали выдергивать через военкоматы, вызывать, типа, призывать в армию это самое. Ну, я военный свой не сдал билет, не стал идти в военкомат, ничего. Я сперва... Вот товарищи... У меня товарищи есть еще. Мы сперва с Мариуполя в Донецк приехали. Там были в Донецке. Ну, там в Донецке, так как там ничего не происходило, вообще там была тишина полнейшая. Я там кировал в Донецке оплот донецкий. Вот. Там оплота три вида. Донецкий, харьковский и российский оплот. Ну, в Донецке чисто Донецке кировал тогда. Там, как говорится, все подгрыбал под себя в то время. Хотя там ничего такого не было, никаких вообще не это самых. Вот. И я тогда с товарищем уехал на Славянск. Мы решили, что надо ехать туда, потому что здесь сидеть тут без толку смысла нет. И мы уехали на Славянск. Ну, туда уже проехали, в Славянск. Там уже, да, там уже сразу еще так... Ну, тихо еще было. Где-то недельку или две было тихо. А потом начали потяиваться, войска потяиваться начали. С украинской стороны начали окружать понемножку Славянск. Ну, потом начались... Начались маленькие... Ну, как стычки получались так, что... Вот. Получались и стычки. Они использовали, потому по Славянску использовали все. И авиацию использовали. В общем, все, что это самое. Вот. Оборона Славянска была организована грамотно. И фамилия Стрелков. Что он говорит? И как вы можете охарактеризовать этого? Стрелкова? Я, допустим, я... Это самое отличное от него. Это самое то, что... Мне с ним было приятно. Про нем. Я начинал про Стрелкове. Вот. Я про нем начинал со Славянска. И дошел до Донецка. Вот. Конечно, когда я узнал, что его убрали. В Донецке уже его убрали. И вместо него поставили Захарченко. Конечно, это меня возмутило. Честно. Это шо-шо меня очень возмутило. Шо-шо Стрелков ушел. И ушел прапор. Был такой этот самый. Тоже будто бы... Я не знаю сейчас он где. Тоже он... Ну, такой мужик хороший. Справедливый. Он... Все... Просто так ничего на ветер не кидал. Ни слова, ничего. Он все, что говорил, то делал. А ваш путь в батальон Бэтмен каким был? Расскажите, как вы пришли сюда? Ну... С Славянска у нас... Я был сперва в подразделении бронетехники. Был в подразделении Тарана. Вот. Начинал я у Стрелкова. У Тарана был в подразделении. Потом меня перекинули... Ну, в Семеновку мы там заезжали. Там через Семеновку постоянно там прострелку мы проводили. Вот. Там были украинские позиции. Мы просто делали там прострелки. А потом на Ямполь. Вот. Ну, нас кинули на Ямполь. Мы на Ямполь ждали. Когда начали окружение идти, начали бомбить уже началось. Именно конкретно началось это самое. Мы ждали с Донецка с оплота. Как нам обещали. Не только нам обещали. И Стрелкову обещали. И это самое обещали, что пройдет. Идут. Выделят. Оплот Донецкий. Пять танков. Которые у них есть. Только держитесь. Мы на Ямполь продержались полтора месяца. У нас не было ничего там такого. У нас только одни автоматы. И все. Больше ничего такого не было. Вообще не было техники. Мы ждали. Эту технику мы ждали их. Но она так и не прошла. Ее ждали и в Славенске и в самом. И ждали ее там. Так она не появилась. Эти танки. Хотя нас уверяли. Все идет. Они уже идут. Помощь идет. Держитесь. Как можно только держитесь. Ну. Сперва. Нас разбили в Ямполе. Потом мы перешли. Ну. Отступили на Северск. Но. Там. Тоже попали. Ну. Попали. Это самое. В окружение попали. Вот. Вышли с окружения. Все. Потом у нас приказ был. На Донецк идти. Ну. Там. Остатки группы. У меня. Тогда. Я в группе был. Был. Позывной ювелир. В группе у нас. Вот. Я ушел к нему. В группу. Получается. К нему. Ну. Он собрал все остатки. Которые остались. Где там. Это самое. Вот. Этих. Вот. Группу. Это самое. Собирали. И мы ушли на Донецк. Ну. И там. Потом. Пошел. Маленький. Там. Сильно. Сильно. Они. Сильно. Носы. Позадирали. Там. В том Донецке. Очень сильно. Там беспредел страшный идет. Вот. Именно идет беспредел. Особенно вот. Захарченко. Как встал туда. Я даже не боюсь это говорить. Пускай даже. Если он услышит. Пускай слышит. Увидит даже меня. Пускай даже смотрит. Вот. Как он стал. Вместо Стрелкова. Все. Там пошла. Такая неразбериха там у них. Там каждый тянет одеяло на себя. Просто-напросто. Стрелков когда был. Он их объединял все в кучу. Сбивал. Вот. Его резко. Стрелкова резко-резко под это само подвинули. Его отправили. В Москву его. Как говорится. Скажем так. Что его выпроводили. Стал Захарченко. Все. Это соплота. Все опять стало на свои места. Как было у них раньше. Тот там. Тот там. Тот там. Тот там. Все. И сейчас вот. В аэропорту. Вот у них. У них уже два месяца. Аэропорт вот долго. Донецкий. Держится. Вот. Там мой. У меня был. Был сразу. У меня это само. В группе. У меня был. Гиви. Это был. У меня в экипаже. Он был. У меня в экипаже. Гиви был. И Антон. Пулеметчик у меня был. Вот. Они сейчас там. В аэропорту. Вот. Я вот. Был в Донецке. Как раз. Это самое. Встречался с ними. Вот. Ездил. Типа. Я как-то брал выходные. Чтобы это. Ездил туда. Ну и разговаривал. Не только с ними. Так вот. Разговаривал с ребятами. Я говорю. А что вы держите их. Сколько вы можете их держать. А у нас. Говорит. Нечем. Говорит. У нас боеприпасов нет. Нам. Говорит. Не дают. Ничего. Я говорю. Как не дают. Ну так. Нам Захарченко не дадет. Нету. Нету ничего. Говорит. И все. Просто-напросто. Нема. Так же самое. Вот. Я встретил минометчиков. Которые у нас. Со Славянска еще ребята. Они стояли под Новозовском. Они ушли оттуда. Я говорю. Чего ушли. У нас. Говорит. Мы стоим уже месяц. Нас. Говорит. Поливают. Минометами. Постоянно. Это самое. Мы не имеем права стрелять. У нас. Говорит. Приказ. Вот до подписки. Захарченко дал. Это самое. Не трогать. Когда был Стрелков. Возьмем. Тот же самый. Возьмем. Мой город. Мариуполь. При Стрелковой дошли до самого Мариуполя. Взяли уже в кольцо его. Стал Захарченко. Все. Отошли до самого Донецка опять. Назад опять же. Укра опять дошли до Донецка. Как. Что это за война. Он что играется с ними в это самое. Или кто больше денег даст. Или кто больше заплатит получается. Там непонятка вообще не поймешь. И по Донецку ходит. Вот сравните у нас здесь. В Луанский порядок. И сравнив Донецкий. Это две большие разницы. Это земля и небо. Здесь стоит у нас здесь Бэтмен Александр Александрович. Он держит это все. Он строго. Да. Нормально. Отлично. Когда был Стрелков. Было строго. Было все это самое. Сейчас там. Беспредел такой идет. Их и ужас. Там по городу идешь. Просто смотришь. Идет. Детвора идет. 17 лет. Он идет с автоматом идет. С пивом идет. С автоматом идет по городу. Это где это такое. Это что за ополченцы. Это какое то самое. То есть люди сейчас переходят из одного подразделения в другое. Чтобы найти порядка. Конечно. Много оттуда уходят. Тут сюда. Вот у меня товарищ тоже. Их трое пришло сюда. В Луганск там перешли. Оттуда ушли из Донецка. Уходили потому что все что там делать. Там порядка нет никакого. По поводу взаимодействия между батальонами. Есть какое то взаимопонимание. Нормальными батальонами. С командирами. Поддержку друг друга. Ну там только кто там остался. Там сейчас Моторола. Вот это вот что Моторола. Это самое. И Гиви. Это с моего. Все. Вот это вот. Я и то я с Гиви. Это самое с ними. Я с Антоном. С этим самым постоянно. Ну как с званием все разговариваем. Ну и там еще несколько там человек есть. Которые все. А так больше там. Больше не с кем там. Вы вот человек который непосредственно сталкивался с фашистами. Как сказать лицом к лицу. Расскажите о тактике их ведения боя. Есть ли в них культура войны. Не. У них культуры войны нету. Они нету. У них ничего нету. Ни культура войны. Ни какое то самое. Ничего. Во первых что. Тактика боя. У них там. У них непонятно. Во первых они. Если пришли у нас. Вот мы идем. Все идут нормально. Скажется. С трезвой головой идешь. А те идут. Они непонятно. Они как наколотые. Или что. По ним стреляют. Даже в открытую поднимаются. Идет. У него стреляешь. Он как и шел так идет. Ему ноль. Вообще не реагируют на это. У нас этого нету. У нас понятно что это самое. А те. Даже вот пленные которые были. Вот попали. Даже сейчас они находятся. Они их провезли. У них там ноги. Это самое. Побитые осколками. Побило некоторым. Они даже в них боли. Ничего не ощущали. Они только на третьи сутки. Начали понимать. Где они. Что они. И что с ними. Вы общались с мирными гражданами. Которые находились под оккупацией. Как они отзывались. О тех. Войсках. Украинских. Которые там стояли. Очень плохо за них. Везде. Даже вот здесь вот. В районе Луганска. Я здесь вот сколько тоже. Ну как. Езжу. Бываю там. Бываю это самое. Вот. Ноги подходят. Ноги подходят. Спрашивают там. Когда там. Что там будет это. Ну. Говорят. 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 Беспредел. Говорят. Говорят. Тут страшный. Что делали. Они так. Они стреляли. Налево направо. Захотел он. Ему не понравилось. Он начинает стрелять. В магазине же. Ему не дали. Он может расстрелять. В магазине там. Кто там будет. Он говорит про это самое. Это. Беспредел. Это полный. Они вообще. Этот. я не знаю, о чем они думают, тем более сейчас уже кого-нибудь набирают, уже это самое, ему уже набирать некого уже. Они уже берут поляков, берут этих оттуда, гонят уже наемников, которые сидят потом боятся сдаваться, потому что это уже, получается, будет всемирный скандал, то, что наемники уже здесь находятся, они не могут здесь находиться, они здесь находятся. То есть рука Запада не только у нас по телевизору в каких-то речах, но еще и поддержка наемниками на территории Украины против украинского народа? Да, их очень много, наемников много очень. Их даже было под Славянском, даже на том же Ямполе были, и были и американцы, их там полно было, после боя там особенно, их там много было, это самое. Как вы считаете, кто поддерживает этот режим, который сейчас находится у власти в Киеве? За счет чего он держится? Ну, я думаю, что Америка только может поддерживать, вот это все, что единственное, ну там может какой-то что-то там еще, где-то может еще со стороны Польши что-то там будет и то, это не знаю. Поляки помогают, нет, ну мне кажется, что нет. Больше всего американцы, мне кажется. Вот у меня в городе, я сам смотрю поля, у меня там есть тоже знакомые, есть это сам, вот я с ними разговариваю. Вот, они говорят, ну беспредел, говорят, щеки такие, что тихий ужас, говорят, когда уже, говорят, у меня другой раз, я там работал, где у меня звонят, говорят, когда уже вы, говорят, зайдете сюда ДНР, ЦР, когда вы уже, говорят, сюда придете и их вытворите отсюда, у вас города, говорят. Они тут беспредел такой, говорят, вытворяют, говорят. Они что хотят, то и делают, говорят. И на них права никакой нету. Коснусь немножко политики. Поддержка Российской Федерации, вы как боец как-то ощущаете, вот есть ли помощь, реальная помощь? Нет, реальный такой, чтобы сильно это самое, нет. У нас нет официальных, у нас ничего, никаких, это самое, нам фактически Россия так, чтобы это самое не помогает. Да, у нас есть ребята, которые приходят, но они приходят так, чисто в отпуск, в отпуска берут, ну в общем нелегально переходят, чтобы помогают нам, все. А так, чтобы именно конкретно, чтобы помогало это самое, нет. Понятно. И ваши надежды на дальнейшие события, сегодня прошли выборы, что вы от них ожидаете? Ну, я думаю, я такой бы, конечно, чтобы наш Сан Саныч, конечно, баллотировался бы, конечно, было бы лучше намного. Вот, он бы, во-первых, что пожестче ко всему относится, он жестче намного. И, ну, если это самое выборы пройдут, чтобы признали, опять же, чтобы Россия нас признала, как это самое, вот, и, чтобы можно было официально, какой-то там, какой-то, это, миротворческие эти самые, чтобы могли зайти к нам. И все. А курс построения республики, какой вы видите? И все же получится наверняка? Получится. Да. Получится. А куда ориентирован он будет, курс вот, республики? Ну, это уже, уже я на этот вопрос не отвечу, не знаю, честно. Тяжело ответить. Ну, ладно, хорошо, пожелаем вам успехов, крепкого здоровья и победы. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...